приветствую всех металлистов на моем канале сегодня у нас обзор двух моих покупок относительно недавних сделанных на ebay это два альбома хэллоуин выбрал я их не случайно во первых по личным причинам потому что это та команда с которой у меня в общем то началась любовь тяжелой музыки прежде всего с вот этого альбома the time of the os вышедшего в девяносто шестом году ну и во вторых я думаю многие поклонники группы или вообще поклонники хэви пауэр спид металла в целом знают что 18 июня выходит новый альбом одноименный хэллоуин и примечатель он тем что в его записи приняли участие кай хансон по сути основатель и вокалист михаил киски на самом деле для меня это очень большое событие я надеюсь на этот альбом потому что текущему составу группы я уже давным давно не доверяют они занимаются непонятно чем и музыку это с трудом напоминает последний альбом который я приобрел это был кипер of the seven keys the legacy он был более менее приличен все что вышло после него это кажется пять альбомов поправьте меня если ошибаюсь и они просто ужасающие но это надругательство над музыкой и надругательство над всем славным прошлым хэллоуин так вот в одном из недавних интервью кай хансон сказал что альбом будет концептуальные это что-то вроде пришельцев которые явились на землю для ее порабощения и так далее кроме того музыканты засветили обложку альбома вот так вот она выглядит выглядит просто великолепно и конечно будет очень большое разочарование если материал музыкальный материал альбома не будет ей соответствовать ну что ж дождемся выхода я тогда сделаю отдельный обзор и на самом деле вот это объединение это для меня по-настоящему события года ну а теперь перейдем непосредственно к обзору моих новинок старинок вот этот альбом the time of the os 96 года я впервые услышал вообще впервые услышал в нем тяжелую музыку даже металлику я услышал позже и конечно же я знал ее существование но почему-то вот так сложилось что первое первая группа тяжелая которую услышал была хэллоуин зашел я в гости к одному из своих друзей и на столе среди огромного количества аудиокассет там была классика рока там была машина времени проще такие вещи вдруг увидел кассету вас такой вот обложкой я спросил его что это он поставил мне кассету она проиграла буквально каких-то полминуты играла композиция wake up the mountains и это было настолько сильное впечатление что по сути моя жизнь поделилась на до и после я взял эту кассету послушать домой и стал по-настоящему одержимым этой музыкой бегал по всем магазинам в поисках подобных альбомов это не всегда приносило успех середина 90-х отсутствие интернета отсутствие приличной прессы посвященной такой музыки и отсутствие магазинов которые занимаются лицензионными какими-то завозами альбомов даже с пиратками были проблемы потому что музыка как казалось многим поставщикам не котировалась не пользовалась спросами и поэтому завозили и не хотя вот этот альбом у меня был в трех или в четырех экземплярах начиная от самой ужасной пиратки потом было был диск получше уже с буклетом и потом я приобрел лицензию причем лицензия вот такая я вам сейчас покажу у меня до сих пор остался этот диск значит выглядит он следующим образом здесь вот это вот нашлепка прямо посреди обложки ужасающая я не знаю зачем это делается вот прямо поверх обложки здесь же на обложке снизу написано что диск не для продажи вернее только для распространения территории россии снг здесь вот так же на боку написано что-то специальная русская версия ну то есть облеплен со всех сторон это очень портит альбом может быть для кого-то это не проблема но у меня всегда это отталкивало и внутри несмотря на то что это лицензия выглядит он вот так обычный вот такой вот разворотик без текстов песен без ничего с одной фотографии вот вот такие вот делались лицензии и спустя уже какое количество лет я решил все таки наконец-то приобрести эти альбомы вот этот и следующий за ним это занро приобрести на ebay в нормальном видео таких подарочных слепкейсах с этим альбомом идет также плакат я уже вытащил но для меня не суть важен потому что сделан он так поганенько скажем это обложка взятая с альбома и растянутая до размера плаката поэтому она достаточно размытая не очень четко и все вот эти вот конечно складки но это никуда не годится но так просто чтобы было он у меня валяется и навряд ли его когда-то куда-то повешу ну и теперь что касается самого альбома я вам сейчас его покажу и кое-что расскажу о своих впечатлениях вот так вот выглядит альбом на тот период внутри не было никаких запечаток потому что как правило вот эти вот вещи боковых были глухие задник что бы я хотел сказать еще данном альбоме на тот период группа находилась на лейбле кестов коммуникейшнс и собиралась него уйти но задолжала данному лейблу еще два альбома руководство лейбла требовало от них серьезной музыки и тяжелой музыки что совершенно не входило в интересы музыкантов они очень стремились записывать такие легкомысленные песенки развеселые и по сути данный альбом the time of the o's им пришлось записать из-под палки но надо отдать должное выполнили они данное требование на все сто процентов это получился очень тяжелый альбом самый тяжелый в истории группы и на мой взгляд музыкально один из лучших и немалую роль в этом сыграли конечно же ули куш и роланд грапов которые стали гораздо активнее работа здесь творческом плане здесь не так много композиции в которых они участвовали но они очень весомые во всяком случае например роланд грапов написал композицию the time of the o's и также здесь есть пару треков написанных ули кушим однако по-настоящему развернуться ули кушу удалось уже на следующем релизе бета за нро он заметно отличается от the time of the o's здесь уже есть конечно же и развеселые песенки но все же именно благодаря ули кушу данный альбом получился более прогрессивным по сути эти два музыканта ули куш и оланд грапов были настоящим противовесом внутри коллектива которые не давали группе скатиться в неизвестно что данный диск я приобрел уже у продавца из германии вот так он выглядит тоже в слип кейсе очень классное издание лакированная здесь тоже идет плакат но плакат сделаны по принципу как и предыдущем альбоме это просто растянутая обложка поэтому особой четкости у нее нет к сожалению и так для того чтобы просто было вот так выглядит сам диск это оригинальное издание не переиздание потому что переиздание еще добавляют разного рода бонусы по несколько штук я это очень очень не люблю сейчас покажу вам сам буклет и здесь есть указано авторство композиций и я вам покажу сколько музыки написал ули куш вот смотрите композиция первая пуш здесь лирика дэриса и куша и вы кота а музыка полностью ули куш полин хая хэй лорд don't spit on my mind это нет это не ули куш вот revelation самая длинная композиция больше восьми минут и кстати на мой взгляд самая лучшая в данном альбоме и в ней очень чувствуется вот эта прогрессивная мысль музыканта the handful of pain тоже авторство ули куша вот собственно и сам барабанщик что касается группы уже после этого альбома по сути коллектив поделился на две части с одной стороны ролан граппу фиули куш и с другой все остальные музыканты причина опять то же самое видение творческого пути группы основная часть музыкантов хотела вновь писать веселые песенки а ролан граппу фиули куш видели развитие группы в более серьезном ключе и в более металлическом я все-таки покажу еще пару дисков которые не планировал вот альбом the dark ride который вышел уже следующим после bet as in raw и один из лучших альбомов творчестве второго творчества скажем так группы уже периода энди дерриса и вновь записан из-под палки из-под палки почему потому что он стал компромиссом между двумя лагерями то есть между роланом граппом его лим кушам с одной стороны и остальными музыкантами они знали что эти два человека к следующему альбому уже уйдут из группы и по сути пошли на компромисс и таким образом родился альбом в котором есть половина треков написанная двумя чипенцами будущими и всеми остальными музыкантами это очень классная работа она стоит вашего внимания ну я почему говорю стоит вашего внимания это скорее рассчитано для тех кто вдруг впервые начинает знакомиться с творчеством этой группы остальные все это прекрасно знают вот так выглядит буклет данного альбома надо отдать должное постарались здесь и остальные музыканты не только от чипенцы вот так выглядит буклет кстати композиция escalation 666 написано как раз в роланом граппом одна из самых тяжелых на данном альбоме за депаши написано по моему ли кушаем сейчас посмотрю да все верно и да он знает это энди дэрис и лирика и музыка и по сути также одна из лучших композиций the dark right эпическая также написано роланом граппом этих людей очень не хватало в дальнейшем в составе группы очень не хватало ролан граппом создал свою группу которая называлась мастер-план в ней также определенное время поиграл и улик уж но творческие амбиции взяли верх и он создал свой коллектив называется он за бьюти full sin дело в том что этот альбом не получил такой широкой популярности как тот же мастер-план или естественно хэллоуин во-первых по той причине что это скажем так более скромная творческая единица не столь заметная барабанщик и далеко не все почему-то оценили его талант и кстати этот талант в полной мере раскрыт именно в этом альбоме которую он полностью написал уже сам здесь великолепная музыка очень отлично от того что делалось в других группах которых он участвовал на вокале здесь магали лютин и очень я сожалею что этот альбом не получил продолжение он остался один это по сути как бы проекта не группа мне бы очень хотелось чтобы данный музыкант продолжал свой творческий путь но сейчас его уже не видно не слышно я даже не знаю чем он данный момент занимается 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 ли он вообще творческой деятельностью если вам по какой-то причине может быть по незнанию что такая группа существовала не довелось слышать вот этот альбом за unexpected то вы очень много потеряли но у вас есть шанс заполнить этот пробел голос магали лютин очень-очень великолепно вписывается в данный материал такой тембр у нее не слащавый кто знает эту вокалистку то понимает о чем я говорю ну что ж вот такая коротенькая история и мои общие впечатления от данных альбомов пишите свои комментарии может быть где-то в каких-то исторических вехах я ошибся хотя мне кажется нет все таки данную группу я знаю хорошо на этом все всем спасибо за просмотр и до следующих обзоров